Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фреги Викинг. Всем хорошего настроения. В этом видео мы сегодня с вами будем немножко сплетничать. Дело в том, что я не люблю давать неофициальную информацию о игре Rise of Kingdoms. Соответственно, пока разработчики не подтвердят там какое-то обновление, выход каких-то командиров, я чаще всего не делаю какие-то прогнозы, не записываю видосы, не рассказываю то, чего не знаю сам. Но недавно на стриме меня спросили, знаешь ли ты что-то о новой пехоте, которая должна появиться в игре в ближайшее время. Дело в том, что официальных заявлений никаких не было. Но ребятам я сказал, что я видел несколько скринов, на которых описаны навыки новых командиров. Плюс у одного из англоговорящих ютуберов появилось видео, в котором показан лик нового командира. По тематике, по рисовке он очень похож и гармоничен с командирами игры Rise of Kingdoms, поэтому, возможно, он действительно будет в игре Rise of Kingdoms. Но, чтобы вы не заблуждали себя, хочу еще раз сказать, что эта информация не подтвержденная. И это видео я записываю только потому, что после того стрима мне очень многие пишут сообщения, чтобы я рассказал о новых командирах, где я их видел, чтобы показал скрины. Всем ответить, ребята, я не могу и каждому объяснять, что это, возможно, неправда у меня тоже не получится. А вот в этом видео я решил все-таки с вами посплетничать и посмотреть на ту информацию, которая есть. Но она, возможно, просто фейковая, поэтому верить мы в это с вами не будем. Прежде чем мы начнем разбор этой информации, также, ребята, хочу напомнить, что нам обещают заблокировать ютуб. Это может быть также правда, может быть неправда. Мы, в принципе, на это повлиять никак не можем, поэтому хочу вам напомнить, чтобы вы подписались на мой новый аккаунт на платформе Trovo. Как раз-таки за моей спиной шапочка этой новой платформы, моего аккаунта. Я там уже провожу стримы по разным играм. Под видео есть ссылочка на Trovo. Переходите, подписывайтесь на мой канал. Там также с вами будем встречаться в случае, если ютуб закроет. А если не закроет, будем играть там в разные игры. А если не закроет, то все равно можем там встречаться. Очень интерактивная платформа, очень прикольно выглядит. Поэтому Фреги Викинг на Trovo. Ссылочка в описании. Подписывайтесь. Вначале давайте посмотрим именно на лик нового командира. И выглядит он вот так. Выглядит он очень круто. Вроде бы это Роланд, где-то такая информация была. Я не знаю, кто это. Если вы знаете, пишите в комментариях. Я еще не гуглил, не смотрел. Попозже, думаю, постараюсь узнать какую-то подробную информацию о именно исторической персоне. Выглядит действительно очень похожим на героев игры Rise of Kingdoms. Возможно, именно он придет в нашу с вами любимую игру. И действительно станет классным пехотным командиром. По крайней мере, выглядит он очень круто и брутально. Также по сети гуляют вот такие вот скрины. Один из них мы сейчас с вами разберем. Он меня смущает больше, чем второй. Потому что здесь сразу в первом предложении, первым словом написано Геркулес в игре Rise of Kingdoms. Вроде бы не должно быть мифических персонажей. Но может быть это, так скажем, какое-то таинство. Далее, что идет у нас по первому навыку. Наносит прямой урон 5 целей, веером. Коэффициент повреждения 1500. То есть, возможно, в игру мы получим с вами командира пехотинца, который бьет по 5 целям. Если он бьет веером, скорее всего, он бьет перед собой и цепляет, соответственно, уроном в 1500. Очень хороший коэффициент, хорошая массуха. Такого пехотинца я хотел увидеть для боевых действий в поле. Далее, цели, пораженные его умением, наносят на 25% меньше урона в течение следующих 3 секунд. Тоже очень хороший гибавчик. Поэтому, если такой командир появится, я, скорее всего, сразу его прокачаю на свой аккаунт. Второй навык. Защита для пехоты, здоровья, скорость на марше 15. Здесь у нас без цифр. Вероятно, будет какой-то буст по статам защиты и здоровья. Скорость 15. Скорее всего, 15%. То есть, тут пока еще непонятно, сколько статов дадут этому командиру. Если он все-таки появится, если действительно это правда. Третий навык. Обычные атаки, наносимые этим командиром, имеют 10% вероятность. Снятие всех дебафов с его армии. Это очень круто. Очищать себя от дебафов. Это очень приятно. Входящие обычные атаки имеют 10% вероятность активации щита с коэффициентом 1000. Имеет время остывания около 8 секунд. С переводом, естественно, здесь не все гладко. Но что мы получаем с этого навыка? По-моему, мы получаем слишком много. И поэтому в это верится очень-очень сложно. 10% вероятность снятия дебафов. Входящая атака с 10% вероятностью активирует щит с коэффициентом 1000. И 8 секунд у нас на откат всего вот этого дела. Ну, выглядит очень круто. 1000, блин, щита. Мне кажется, на пехотинца, который во втором навыке получит еще какую-то стату для защиты и здоровья, получит у нас массуху по 5 целям. Это все выглядит, ну, реально очень круто. Далее, четвертый навык. Когда у армии есть только пехота, наносит до 25% меньше урона, увеличивает контратаку до 25% в зависимости от количества вражеских маршей, поражающих эта армия командующего. Короче, опять же, с переводом не все ровно. Но, когда у армии есть только пехота, что мы еще должны водить с этим командиром, если он пехотинец? 25% меньше урона и увеличение контратакки до 25%. Вот этот навык, опять же, выглядит очень сочно и позволяет, наверное, рассмотреть этого командира как с фулл нюкером, так и с командиром, который дает хорошую контруху. Именно мы можем выбрать, так скажем, разные вариации командиров в пару вот именно с этим геркулесом. И экспертный навык. Цели, пораженные активным навыком этого командира, получают 8% дополнительного урона от маршей пехоты в течение следующих трех секунд. Ну, красота. Потому что, если вы любитель пехоты, в остальных маршах у вас будет пехота, и экспертка очень хорошо добавит урону соперника, именно от вашего аккаунта. Тезисно. Выглядит очень сочно геркулес. Блин, даже немножечко нереально, мне кажется. Если такой командир появится, ну, какой-то имбалансной пушкой он, наверное, не станет. Но он станет очень крутым. Опять же, все у нас любят говорить то, что приходит новый командир, там этого развалил, в целом хорошо себя показывает, все это имба. Со временем выйдут новые командиры, и все это дело забудется. Но это так всегда происходит в Rise of Kingdoms. Но немножко, по мне, это нереально. Плюс геркулес меня очень смущает. И также есть еще один скрин. Здесь описание навыков второго командира пехотного, который якобы должен появиться. Выглядит, сразу скажу, внушающе. Это может быть очень хорошим гарнизоном с теми командирами, которые сейчас есть. Я говорю не только о Зенобе, потому что у нас еще и забытый Константин. Если мы говорим про сезон завоевания. Есть у нас Мартелл, бустанутый музеем. И вот описание этого командира именно для гарнизона выглядит круто. И будут хорошие пары. Я думаю, что если это правда, он, опять же, повторюсь, зайдет в мету гарнизона. Активный навык. Наносит прямой урон в размере 1000. Ну, в принципе, для гарнизона это нормально. Наносит на 40% меньше урона в течение следующих 3 секунд. Наносит на 40% меньше урона в течение 3 секунд после активации. Ну, скорее всего, здесь говорится о том, что на 40% меньше урона будет получать командир. Действительно, если это гарнизон, это очень круто. Хоть и 3 секунды, но здесь, извините меня, 40% урона. Второй навык. Защита, инф, здоровье, 20. Скорее всего, здесь сказано о том, что по 20% защиты для пехоты и, соответственно, здоровья для пехоты. Также это хороший стат, то есть достаточно внушительный, не сверх какой-то имбалансный. По 20% статы на плотность очень круто. Третий навык. Когда этот командир активно нацеливается на вражеские марши. И если этот вражеский марш накладывает какой-либо дебаф на армию этого командира, вражеский марш мгновенно наносит 300 урона. Я так понимаю, множитель в секунду в течение 3 секунд за 3 секунды. Тиком мы дадим 900 множителей урона. Армия командующего должна иметь только пехоту, чтобы этот навык работал. Будучи командиром гарнизона, увеличивает весь урон на 10%. То есть, здесь также для гарнизона есть вторая часть навыка. Очень хороший буст, 10% всего урона. И третий навык говорит о том, что, в принципе, он и в поле может работать хорошо. Если это такой, так скажем, командир гибридный, который может быть и в поле, и в дейфе, вообще будет очень любимым всеми пехотинцами, я считаю. Достаточно неплохо на дебаф ответить тикующим нюкам по 300 в секунду. Я думаю, что навык хороший. Далее, четвертый навык очень криво переведен, но я думаю, что здесь 20% атаки для пехоты и 15% контратаки. И также, будучи командиром гарнизона, наносит на 5% больше дополнительного урона по ралле. В принципе, опять же, вот этот навык выглядит достаточно реально. Стата, причем хорошая стата с точки зрения контратаки, это достаточно редкий стат в игре. И плюс у нас еще есть буст для гарнизонов. Экспертный навык. Обычно атаки имеют 10% вероятность заставить цель замолчать на 3 следующие секунды. Экспертиза, молчанка всегда хорошо. Ну, в смысле, не то, что экспертиза именно, а навык с молчанкой это круто. Плюс есть определенные синергии в игре с другими командирами, где молчанка может работать классно. Поэтому я думаю, что экспертный навык тоже выглядит хорошо. Что хотелось бы сказать именно по навыкам этого командира. Выглядит классно. То есть у нас вроде бы здесь гибридный командир появился, который и на гарнизоне должен работать, и должен работать в поле. И сочетаться с другими командирами он будет, возможно, будет второстепенным командиром. То есть, так скажем, флагман, который наносит весь урон, будет другой командир. Но этот будет его весьма очень даже хорошо в поле разгонять. И для гарнизона хорошие статы. Хорошие статы, хорошие навыки, синергия с другими командирами также может зайти, если этот командир появится в игре Rise of Kingdoms. На этом, ребята, у меня все. Еще раз повторю то, что эта информация вообще ничем не подтвержденная. Возможно, это полный фейк. Возможно, что-то здесь есть правдивое. Пишите в комментариях, что вы думаете, могут ли появиться такие командиры. С вами был, как всегда, Фреги Викинг. Всех обнял. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok